Предстоящие президентские выборы объединили многих людей уже на этапе подготовки. В областной столице подписано соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой региона и избирательной комиссией. Ранее свое намерение работать вместе подтвердили и некоммерческие организации. Наша цель общая – законность выборов, их чистота, прозрачность. О роли общественного наблюдателя мы еще всем очень много поговорим. Но то, что соглашение подписывается с избирательной комиссией Ульяновской области, говорит о том, что цели наши едины и цели наши подчиняются только лишь закону. Подготовка общественных наблюдателей – центральная часть соглашения. Обучение проходит по золотому стандарту. Он, в свою очередь, разделен на главы, которые касаются организации работы участков избирательной комиссии до начала голосования, обеспечения сохранности бюллетеней, использования КАИБов. На данном этапе пул общественных наблюдателей сформирован, и после прохождения итогового экзамена за каждым будет закреплен определенный избирательный участок для работы в дни голосования. Именно общественный наблюдатель, который не представляет интереса какой-то политической партии или кандидата, является представителем от народа, от граждан, именно он обеспечивает прозрачность процесса, который идет в дни выборов, легитимность соблюдения избирательного законодательства. Отдельное внимание уделяют подготовке площадок для голосования. Их технического оснащения видеонаблюдения организуют больше, чем на 400 избирательных участках. На каждом будет запущена онлайн-трансляция процесса. Кадры направят в Центр общественного наблюдения. За ситуацией смогут следить не только специалисты, но и все жители региона. Сделано это для прозрачности процедуры выборов. На 160 избирательных участках будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Это самые большие участки с наибольшим числом избирателей. Примерный охват количества избирателей, на участках которых будут установлены КАИБы, более 62%. Всего же в регионе, по данным избиркома, зарегистрировано больше девяти сотен тысяч избирателей. Это статистика за январь текущего года. В общественной палате отметили, с каждым годом число жителей области, которые уверены, что их голос ничего не значит, значительно сокращается. Многие идут на выборы с твердым намерением исполнить свой гражданский долг и стать причастным к истории своей страны. Полностью доверяют самому процессу организации избирательной кампании, процессу всех стадий избирательной кампании. 60% жителей, избирателей в данном случае, и страны, и региона. И скорее доверяют еще почти 30%. На самом деле представляется, что это достаточно высокий уровень доверия к избирательной системе, к организации избирательной кампании. Напомним, выборы президента страны пройдут в трехдневном формате 15, 16 и 17 марта. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда. ТВ.